всем привет мы в прямом эфире как всегда стоило мне куда-то прийти тут же начинается помехи эфиру в виде клюющей рыбы я пока не буду на него поворачивать на таких случаях о это не усачь можешь вставать да ему да я бы я потерплю немножко еще я тоже подожду ленивый ты стал не-не-не-не я просто это суеверный раньше времени не подскакиваю я тебе скажу что две рыбы потеряли хорошие были паровозы и ушел вот туда вправо как мы только его не разворачивали не не получилось вот сел там в кусты и выдергивали его пытались выдернуть чувствуем что рыба сидит но и так мы и потеряли и пытались зайти и вверх и вниз и как и в общем потеряли вместе с рыбой вот ну не знаю я честно говоря очень верю что мы все-таки раскачаем этот сектор мы его знаем вот смотрим в принципе у вас как бы поклевывает мне у на у нас клюет как бы весь день мы вообще не пресса у нас и усач и незачетов очень много и усач просто нас рвет вот две рыбки правда сдали всего отобрали но и сейчас у нас можно идти уже во первых вся очень много незачетов вот приходится перебирать усача очень много начинает нервировать когда много усача вот пытаемся его отбить вот на крупной фракции вроде бы получается моментами но все равно стайка видать заходит на пятно пока не пока не сожрет она не уходит вот делаем эти перерывы и для карпа надо что-то оставлять все я знаю так очень глубоко здесь ловим на комфортный очень комфортный как бы дистанции это то что кормим 90 и облавливаем это пятно даже за 100 не уходит туда очень комфортно так сидеть на такой дистанции но факт то что посмотрим посмотрим есть по секрету скажу три штучки в мешках два мы там на каком-то предпоследнем месте по-моему на семнадцатом привет о чем я так никто и чате не написал пусть на меня или нет наверняка слышно дело доброе дело люди на фэйсбук лети на фэйсбук где-нибудь сейчас идет мой эфир посмотри слышно так надо сразу делать у всех кого только сразу спрашивать пока они ответят да пока идет и непонятно если что я упомнил был я зашел включить микрофон я тут распинаюсь там через минут 15 не пишут не слышно ничего так что вот так вот а ураев пришел кто-то написал и дел хочет не не вообще вы папа один усач стали 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 стать большой орех один взяли трех карпиков опять задолбал нас усач очень сильно я поставил два бойла вот это мой матк он только забросил и такой паровоз и мы отсекли усача но привели сама не ну один сом сейчас клюнул это я ну хорошо засекся на четверочку крючок вот я думаю мы отсечем усача этим за полтора полны надежды так что сектор уже известным о флешман вам пишет кто здесь кто здесь про флешман не узнаешь флешман с этим ордой нефиг сочковать андрюха тебя не хватает все мне говорят где флешман не с кем соревноваться весь без тебя решил на лаврах почивать я так понимаю ну да правильно уходить надо красиво андрюха на пике на на пике карьерах на пике карьерах не мы еще не зачехляем свои удочки мы еще поборемся у вас с точки зрения как бы логистик и всех кто я так понимаю вообще как пляжный вариант я имею ввиду ну практически да а мы готовы поменять удобство на рыбу если если будут желающие смело обращайтесь по флешман нам пишет ставьте мармелад мармелад да не ну мы обычно всегда стараемся вчера допустим волна поднялась вот волна доходила аж вот ну где этот мат стоит но мат у вас сейчас стоял когда вы сама взяли ну я кормил челец а пелецом кормил много сейчас а перестал пелецом кормить как ты уехал обращался в польше перешел на орехи кукурузу перешел на орехи кукурузу несколько я перестал кормить шарами стал тоже пытался как только начало мы остановились ты уехал мы приостановились да да а мы ничего не скрываем я собирался там и кусты эти подстричь и одна поклевка кустов еще надо было и кури взял я начал тут же кормить уже было вот так и зерно оставили да я начал кормить зерно в течение часа взяли еще две рыбы двушка около двушки да да кило 700 двушки где-то вот такие вот причем ну софу слева заходили да да слева заходили но набрали все на дальние 110 все на 110 правая палка я беру очень сильный паровоз хороший трофей был тоже и все в пустах один раз сел на 50 вот возможно был сом на большой а можете к оборвали осталось 20 минут он стоял в воде я его выглядела запланированного оттуда выдернул шел сюда он не зашел в эти кусты в эти кусты уже это то что ты видишь там еще три метра кустов в эту сторону и все я даже дошел уже на шок-лидер я уже шок-лидер и все ровно и все ровно мы оборвали ну да да понятно так все шок-лидер остался в руке я чувствую рыбу держу шок-лидер я чувствую похода сна и дать еще по новой вышла больше давали так что уже там я посетил вода максимум сколько еще поднимется на фирмоне снега почти нету не вода уже все вода не поднимется больше ты представляешь это за лето значит еще пару метров упадет пищу органу будем отдавать вот этот пик дождей уже закончился это будет сейчас такие дождики которые не выполняют 4 сантиметра неделю это вот это кетсов который будет еще там до весны скажем так все так что кубок ротом шиза будет задействован наверное в полную силу тогда уже давно мы ждем этого момента кубок смотри какой следующий да вообще кубок и этот да и галиль ротом шиза там можно задействовать там сколько у нас было восемь секторов мы ставили когда-то да по-хорошему там где-то 6 что в судовстве не да 6 6 там отличных секторов которые будут ловить хорошо мы их так и ставили 2 в этом краю 2 середине 2 все равно в этом году интересно более конкурентные потому что есть очень много секторов которые могут выстрелить потенциалом да все в принципе сектора с потенциалом и не знаешь где нам но не смотрите что он молчит он может еще прострелить так что она там крупная рыба не в 4 вечера у них я слышал была хорошая поклевка но нереализованная трофейная рыба льва вот к сожалению не взяли его что сейчас там я не знаю пацаны если вы меня увидите давайте а то у нас аж две маленькие рыбки не с кем конкурировать ждем вас подтягивайтесь нет 3 это было по секрету мы с тобой в разведку больше не пойдем я когда на этом на на сезапе это был как раз я в каждой секторе прихожу поклёпка румынам дал рыбу молдаванам ну и нам соми когда на этом мешок деда мороза закончился ну еще не весь еще не вечер еще тут собирается приехать я так понимаю этот какой-то ведущий журналист газеты ары не знаю куда он захочет пойти но мы короче буду писать про нас да кстати мы слушали я слушал твое интервью по радио какому из них ну не знаю радио или на русском клиенты мои там сидят тоже они так с таким интересом слушали так или той горит мы столько много нового знака рыбалки самое самое интересное то в том что когда-то мы были постоянными это был как его бабли по-моему бабли спортивный обозреватель каждый год у каждого стабильно звонил мне осенью спрашивал что такие у нас там планы и сделал как бы эфир там по соревнованиям потом на много-много лет это ушло а сейчас когда мне позвонили они не спросили ты по на реке давал интервью я как бы тот момент как бы забыл вообще что да я говорю нет теперь понял что людей обманул некрасиво получилось это кита там давал давал кому-то я ему скажу что вот это интервью как вообще отдавал на было на может это много более правильно развернуто чем вот то что было раньше потому что у него было просто как это называется так цир какие турниры даты траться так вот это буквально за там две минуты там все они какие-то вопросы задавали у нас час кормления остался да так да все закругляет спасибо полезный стрим много интересного узнали мы можем показать поводки еще вам если хотите а и рома смотрит рома ты поздно пришел можно заканчивать но ребята осталось мало времени надо кормить им остался сколько час рома болей за нас они сюда рыбу гони рыбу я уже ничего не боюсь я уже ничего не боюсь это же ладно ребята всем кто смотрел спасибо пойдем мы дальше а ребята будут рожать кормить если у меня будет даже проблем такие у других все к водяному что вы не предупреждает